В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканное начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей, чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем. Нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы нам это ни стоило. Но я, прежде всего, пригласил вас для того, чтобы вы мне очень кратко доложили не о том, что уж хорошо сделано, какие проблемы сегодня в канун учебного года, которые мы должны решить. Очень вас прошу, посмотрите, чтобы детишки в школу пошли в каком-то внешне равном статусе. Не должны отличаться дети из семей богатых от детей семей победнее. Надо помочь там, где надо помочь, особенно бедным семьям, многодетным, хотя уже не знаю, как многодетным помогать. Такой пакет у нас со стороны государства, социальный, который не имеет ни одного государства. Тем более и предприятия молодцы. От сельскохозпредприятий до крупных промышленных все помогают там. Кто рюкзак соберет, кто-то детишкам форму купит школьную, кто-то деньжат подбросит. По-разному бывает, но все присоединились к этому, несмотря на то, что несколько тысяч у нас бродят по улицам и пытаются повернуть ситуацию в свою сторону. Поэтому очень кратко доложите мне о ситуации со школами, особенно по проблемам. Уважаемый Александр Григорьевич, на пятницу прошлой недели 96% школ получили сертификаты готовности. Процесс этот завершается. В общем-то, каких-то таких серьезных проблем с подготовкой школ нет. На это государство выделило соответствующие средства. Местные органы власти активно работали.